Бутик Политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик Политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг, с 4 до 5. Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов, это Бутик Политик. Сегодня 4 июня года 2020, четверг. Думаю, все-таки какой-то экономический разговор начать сегодня, потому как давно было бы пора, и есть много международных тем, которые хотелось бы обсуждать. Но пока задержимся на нашей... Начнем с задержки с нашей ситуации в развитии. Поговорим, во-первых, о темах, которые вчера были затронуты, они развиваются. Вот, сегодня Джим Мэттис, например, присоединился к хору критикующих президента, бывших его официальных лиц и нынешнему министру обороны Макру Эсперу. И об этом конфликте тоже немножечко надо рассказать. Вот, это в плане последствий гибели господина Флойда. А также есть развитие в Американно-Китайском треке, потому как пошел длинный уступ у китайца, короче. Немножечко пришлось им прогнуться, потому что слишком жесткая была угроза со стороны нашей администрации, о которой я вчера вам рассказывал. Вот, это первая часть. В второй части программы мы поговорим о ближневосточной теме в этот раз, о попытках администрации примирить Саудовскую Аравию и Катар, которые усилились вот в настоящий момент, и я думаю, что этими темами мы, сегодняшнюю передачу нам придется, на этом она будет исчерпана. Вот, если что-то останется какое-то еще время, немного, может быть, на Израиль переключимся. Если нет, то все эти большие темы из России, много тем, они перейдут на следующую неделю. Иракская тема очень серьезная, двигается там новый премьер-министр, и он интересно действует. И есть определенное развитие, кстати. Тут тоже, и я, может быть, сегодня успею в контексте ближневосточной темы об этом сказать. Вот такой, короче, план на сегодня, друзья. Вы можете мне писать 347-46-0-877, СМС-портал прямого эфира. Для всех, кто в прямом эфире меня слушает, Нью-Йорк Мэм Филадефи, Аппликаишн Айхат, Аппликаишн Руис и Радио, везде в нации. Все остальные, кто слушает меня на SoundCloud или смотрит на YouTube, в любую точку земного шара, пожалуйста, ищите меня в Facebook, Twitter и задавайте ваши вопросы там, потому что это запись. Какая-то странная ситуация, друзья, у нас возникает здесь сейчас. Лидеры военные сегодняшние, лидеры военные предыдущего времени вдруг начинают думать, что они, в принципе, являются активными политиками и могут себе позволять разные всяческие высказывания, ну, прошлые, наверное, уже могут, которые не в подчинении, но сам по себе Димаша господина Эспера, он до сих пор у меня вызывает дикое удивление, я не могу до сих пор, честно говоря, в себя прийти после этого, потому что это странно. Обычно подобные вещи, которые, просто то, что я не успел вчера сказать, это важная вещь, которую надо сказать. Мысль как бы понятная. Если ты работаешь, ты в команде находишься, и ты чиновник, и ты чиновник администрации президента, и у нас, как бы это правильно сформулировать, в Конституции нет никаких вариантов, у нас не коллегиальность принимаемых решений, решения в администрации не коллегиально не принимаются. Это не израильское правительство, где проходит голосование, да, и узкого кабинета, кто больше голосов набрал. Там нет парламентской республики, у нас президентская республика, у нас решения принимаются президентом. Если вдруг ты позволяешь себе какие-то делать высказывания, которые так или иначе противоречат общей генеральной линии, да, и решению президента вслух, да, то есть на уровне обсуждений ты можешь президентом и с его другими советниками, такими же, как ты, потому что каждый министр, который де-факто является еще и советником, потому что он министр, да, ты можешь им обсуждать любые вещи, да, такой демократический централизм. Помните, в советское время у нас было, что когда решение принимается, то все имеют право высказаться, да, правда, у нас там было голосование, опять же, да, то есть, ну, когда решение принято, меньшинство не имеет права его критиковать. Все, история закончена, решение принято, оно должно исполниться. В данном случае подобную функцию исполняет президент, и он принимает решение единолично. Они могут ему все советовать, они могут ему говорить, не делая этого, но после того, как он принял решение, они обязаны его исполнять. Поэтому любые публичные демарши подобного рода, которые вчера нас подразил министр обороны, они, в принципе, недопустимы. И вот пришла информация о том, что отношения, кстати, Белого дома с господином Эспером очень напряженные с этого момента, по-моему, коммуникация фактически полностью прекратилась, нормальная. То есть, ну, какие-то технические вопросы, наверное, решаются, но лично президент с министром обороны уже не разговаривает несколько дней. Вот, и это такой знак, на самом деле. Я думаю, что ему надо готовиться собирать вещи, как мне себе представляется. Ну, и по логике вещей, если ты вдруг позволяешь себе высказывать мнение, которое хотя бы косвенно противоречит мнению твоего непосредственного начальника, то это же армия, правильно? Никто армейскую схему не отменял. Спасибо, до свидания. Как бы, с другой стороны, это, конечно, повредит администрации, потому как за полгода до выборов, за пять месяцев до выборов увольнять второго министра обороны было бы нехорошо. А предыдущий, первый министр обороны Джим Мэттис, сегодня отличился особо. Он все это время молчал. Он не поддавался ни на какие провокации. Он, когда его просили прокомментировать действия президента, он не давал никаких комментариев. Вот, но сегодня он не выдержал, видимо, прорвало чувака. И он в 20 крупнейших американских изданий разослал свое заявление. И Волфт и Джонал с ним ознакомился. И часть этого заявления, выдержки его цитировал в своей статье. Я прочитал статью. Я не стал читать весь стейт, но господина Мэттиса, я все понимаю примерно, что он говорит. Опять же, надо понимать, что мы слушаем сейчас, мы внимаем критики президента, человека, который был этим президентом уволен. Теперь, вы знаете, что я с большим уважением к Джиму Мэттису относился. И считаю его, в принципе, достаточно серьезным. То есть он любим был в армии. У него неплохой послужной список, если честно. Поэтому я не могу согласиться с президентом, когда он говорит, что я дал ему работу. Пока я не дал ему работу, сегодня в Твиттере у них там перепалка произошла. Ну, относительно. То есть у них не было перепалки, просто Трамп в ответ на это заявление Мэттиса уже, естественно, в Твиттере написал, что у него было имя Хаос, и военным миром как бы ничего из себя не представлял, пока я не сделал министром обороны. И никакой благодарности. Ну, что-то такое. Я перефразирую сейчас. Я не хочу вам цитировать твитт президента. Я думаю, что все, кто спалил Real Donald Trump на Твиттер, те все могут это сами прочитать. А я не хочу сейчас в это ввязываться. Я просто хочу сказать, что тут тоже не совсем я согласен с президентом, что господин Мэттис не был известным человеком до этого и не был успешным командиром до этого. Это такие вещи достаточно непростые. Но я хочу сказать, что в любом случае, то, что господин Мэттис говорит, что главная тема, которую он сказал, это то, что в его заявлении, что впервые я вижу президента, который не объединяет нацию, а разделяет нацию. Ну, давайте так скажем так. Давайте по пунктам. Президента, который не объединяет нацию, разделяет нацию. Мне кажется, что в 2008 году избрание Обамы, оно реально уже разделило нацию. И пружина это сжалось. Понимаете? Есть некоторые вещи, которые противоречат, которые делал президент Обама. Опять же, который, на мой взгляд, многие вещи делал правильно внутри страны. Я сейчас не касаюсь лично самого Обамы и его 8 лет его правления. Это отдельная тема, надо ее оставить. Не готов сейчас об этом говорить. И не готов никак сравнивать двух президентов. Я вообще ни одного президента с другим, предыдущим или следующим, не готов сравнивать, потому что у каждого своя ситуация. Каждый находил себя в свой сетап. Поэтому мы не можем сегодня судить исторических деятелей прошлого, потому что мы не понимаем, в каких они оказывались условиях, когда они принимали те или иные решения. И любой человек, который подобные суждения высказывает, тот президент был лучше, тот президент был хуже, тот правильно поступил, тот неправильно, находясь сегодня, подобные заявления, это самонадеянность такая, я бы даже сказал хуцпа, да, это наглость. Потому что нужно понимать, что каждый лидер такого уровня, каким является президент США, он в очень жестких рамках находится, когда он вовлечен в процесс принятия решений. И у него есть определенные факторы, которые на эти решения, естественно, влияют, обстоятельства и так далее, и так далее. Теперь, в любом случае, да, нация начала разделяться в течение, по-настоящему разделяться, до этого мы такого феномена не наблюдали, в течение восьми лет президентства Обамы, и подтверждающим этот факт может послужить резкий подъем движения, помните, Чаепития, да, как на Типаре, да, вот это Типаре, оно как раз ультра, достаточно правое, консервативное движение, которое в американских штатах начало подниматься, и в южных, и в некоторых северных, короче, Типаре, оно и было тем показателем того, насколько нация начинает, как сейчас прогрессив, демократической партии, да, как они поднялись в течение этих трех лет президентства Трампа на волне отрицания того, что Трамп легитимный президент, грубо говоря, да, также тогда нас на основании отрицания того, что Обама легитимный президент поднялась Типаре, и это разделение началось не с Трампа, разделение, естественно, началось с Обамы, и последствия избрания Трампа само по себе, как выстреленная пружина, оно и послужило вот этой разрядкой этого напряжения, и пошел следующий круг напряжения. Сейчас мы наблюдаем обратную сторону. Опять сжимается пружина. Короче, короче. Не надо. Мэттис тут совершает опять же, все, что Мэттис говорит, надо смотреть, надо на его слова смотреть через призму того, что ты уволенный чиновник. Поэтому любой уволенный чиновник, критика своего бывшего начальника, она воспринимается, в принципе, как месть. Сказали, сами же, конечно, качество его как военного, они вызывают уважение. И спорили они серьезно с Трампом, по многим принципиальным опросам. Там была иранская сделка. То есть я даю как бы кредит господину Мэттису, что он достаточно здравый, реально оценивает общую перспективу ситуации. Но опять же, если ты изначально соглашаешься идти министром обороны к президенту, который изначально декларирует определенные вещи, ты обязан эти определенные вещи признавать. Иначе зачем ты идешь к нему министром обороны? Ты с самого начала знал, что президент Трамп планирует. Ты с самого начала это знал. Что президент Трамп планирует разорвать иранскую сделку. Ты знал это? Знал. Ты не мог этого не знать. Это было в его президентской кампании. Что он планирует поссориться, что он планирует заставить членов НАТО платить. Правильно? Правильно. Он об этом говорил во время избирательной кампании 2016 года. И ты пошел к нему министром обороны, ты подписывался под ту программу, которую... Иначе зачем ты пошел к нему министром обороны. Как можно это совместить? Он планировал вывести войска из Ближнего Востока как можно быстрее из Афганистана, из Сирии. Ты должен был это знать. Что он планирует сокращение, вывод войск. Ты, правда, потом с ним вступал в спор. Он потом передумал, полностью не вывел, но из-за того, что он в какой-то момент принял решение об их выводе, ты подал в отставку. Ты сейчас говоришь, правда, что это ты подал в отставку, тебя не уволили, а ты подал в отставку, это возможно. Меня не уволили, я сам ушел. Это все понятно, все это бывает, мы все это видели раньше с разными другими людьми и с разными ситуациями. И в этой ситуации, опять же, те же самые вопросы, у меня претензии к Рексу Тилерсону, бывшему министру странных дел. Если ты идешь в команду, ты знаешь все пункты избирательной кампании, ты знаешь Трампа, ты понимаешь, что человек будет настаивать на исполнении своих предвыборных избирательных обещаний, и ты должен следовать как бы ты должен следовать за президентом здесь. Если нет, то ты должен как бы покинуть свою позицию. На мой взгляд, очень простая вещь. Окей. Это то, что непосредственно касается развития. Да, ну и тут всяческие лидеры наши, вот господин Малли, например, написал заявление, письмо всем солдатам сегодня, да, оно стало опубликовано, и многие другие там, Гилдей, адмирал, который командует нашим флотом, Майк Малли, это начальный комитет начальников штабов, то есть главный, как бы, самый высший, высокопоставленный офицер в нашей стране. Он призывает нас следовать Конституции, не нас, американской милатери, да. Напоминаю, что как бы весь этот бардак сейчас в взаимоотношениях между администрацией и военными, да, ну не военным, а Пентагоном, командованием, он возник, опять же, из-за спорной ситуации, когда президенту надо было пойти напротив церковь от Белого дома. Опять же, я сейчас не готов обсуждать, надо ли было ему это делать. У президента есть своя адженда, он президент страны, вы понимаете, у него есть определенная электоральная база, она не маленькая, и несмотря на то, что там напротив прям Белого дома протестовали люди, они использовали 1600 милитарь военного персонала для того, чтобы этих людей разогнать, чтобы президент мог перейти напротив Белого дома в церковь Святого Павла, да, которая является, кстати, символом, если не ошибаюсь, правозащитного движения в США, вот, для того, чтобы там с Библией сфотографироваться, как в чем его все обвиняют, что это был всего лишь никому не обязательный фотошут. На мой взгляд, это было политическое заявление, да, что президент, да, признает права человека и считает, что очень важно их соблюдать. Но, опять же, либеральные медиа смотрят на это с одной стороны, я смотрю на это с другой стороны. Это вопрос нератива, как вы на это смотрите. Но сам по себе факт возмутил милитари, да, возмутил господина Эспера, что и некоторых других наблюдателей, что вот, как бы, для того, чтобы было использовано милитари только для того, чтобы президент пошел, сделал фотографии, которые будут ему помогать потом в избирательной кампании, да, будут иметь определенное значение и влияние на его евангелистскую базу, тех, кто, и христиан евангелистов, которые за него голосуют. Это большой все вопрос. На самом деле, ли это ли было намерением президента. И, опять же, ребят, вы на службе находитесь, и вы в подчинении этого человека находитесь, и вы не имеете права в открытую его критиковать. Единственная нормальная критика, которую можно себе позволить, может быть, только вместе с заявлением об уходе. Вы подали заявление об отставке, resignation letter, спасибо, и вот тут одно время после этого можно говорить все, что вы считаете нужным. Опять же, надо понимать, что потом, в будущем, следующий человек, который будет тебя принимать на работу, он может быть не очень доволен твоим поведением, когда ты уходишь и критикуешь свое начальство. Окей, все сказали. Не хочу больше об этом. В противопрони протестов мы видим, что как бы тенденция продолжается. Протесты сегодня все ожидали, что опасались того, что большой мемориал-сервис там в Виннеаполисе, там, где господин Флойд погиб, был убит полицией. Придет в К5 столкновение, вроде бы нет никакой информации о столкновениях, там все беспокоились, вроде все прошло относительно мирно, протесты продолжают быть мирными. Ну и, естественно, господин Барр говорит, что количество арестов, он сегодня заявление делал, что количество арестов уменьшается, что вот уже 51 арест всего был, по-моему, за вчерашнюю ночь. Короче, в сравнении с понедельником, с 700 арестами. Ну, короче, погромы уменьшаются, попытки были, но они, вроде бы, пресекаются очень быстро. По крайней мере, такая информация сейчас, исходя из того, что есть у меня. Опять же, бдительность снимать, снижать не надо, и тем патрулям, которые патрулируют Шипсетбе и Брайта, нужно быть на чеку, потому что разные слухи ходят, я не хочу их озвучивать, но они есть, поэтому расслабляться пока рано, пока весь этот протестный балаган не прекратился. Теперь, изменения должны быть сделаны. Я, к сожалению, не могу здесь оценивать это, это слишком внутренняя такая адженда, которая должна быть на усмотрение прокуратуры, нашей легистраторы, муниципалитетов, губернаторов, мэров. Они должны решить, как сделать так, чтобы в следующий раз, чтобы любая интеракция полицейского с гражданином записывалась на камеру. Грубо говоря, например. И должны быть какие-то определенные вещи приняты. Я не знаю, какие. Для этого требуется серьезная реформа, продуманная реформа, чтобы по ситуации господина Флойда, которая неделю назад произошла, чтобы она была исключена хотя бы на 90% в будущем. Как это сделать, я не могу сказать. Это, к сожалению, у меня для этого нет никакой квалифитации. Я профессионально не пригоден подобный совет давать. Я не знаю, как это сделать. Надо много чего поменять в обществе, на самом деле, для того, чтобы подобные вещи прекратились. Но это мое личное, частное мнение. Теперь. Есть? Пишут нам здесь. Давайте посмотрим, что нам пишут. Я даже не знаю, что он был в суде. Абсолютно. Я прошу прощения. Абонент 45-49. Я вообще не в курсе ситуации. Вообще, то есть, совсем как бы мимо меня. Я даже не знал, что... Какой Клинтон? Клинтон она или Клинтон он? У нас два. Вот. И относительно чего это все происходило. То есть, это как бы вне моего новостного поля сейчас. В моем информационном поле это не проходило вообще никак, к сожалению. Видимо, как бы понятно, по каким причинам. Вот. Теперь, последняя вещь, которую я очень хочу сказать. Все эти протестующие, я так понимаю, они совсем забыли про то, что у нас пандемия продолжается в стране. И что нужно соблюдать социальную дистанцию, я так понимаю. И я удивлен тем, что полиция сейчас, я уж про нашего недомэра, да, не хочу ничего говорить сейчас. Для меня этого человека просто больше не существует. То есть, я даже не хочу его по имени больше адресовать, пока он не подаст в отставку. Я даже не хочу его по имени называть. Но, в принципе, в принципе, тот сам факт, сам факт того, что все эти протесты в нашем городе в таком виде проходили, это невероятный критерий, лакмусовая бумажка, показывающая уровень лицемерия нашего городского начальства в принципе. Потому как, как это вообще возможно, в тех условиях, в которых сейчас мы живем, в локдауне, который еще не начал сниматься, да, вот такого уровня протеста, когда люди кричат. И когда они кричат, они заражают других намного активнее, потому что вылетает, как вы понимаете, слюна из их ртов и летит на других людей. И что нам потом еще, сколько наша экономика будет страдать из дегенератов, которые не понимают, что нужно отходить на безопасное расстояние хотя бы на два метра друг от друга, если вы планируете какие-то акции протеста. Ну, при протесте, как многие правые сказали сегодня, да, и вчера, при протесте ковид не передается, понимаете? С издевкой сказали. То есть вирус вирусом, да, а протест протестом. Это как бы разные вещи, но я не совсем понимаю, как это наши официальные лица могут с подобными вещами мириться. Ну, непонятно, за предел. То есть я моим умом никак не могу это понять. И не думаю, что кто-то мне сможет объяснить. Окей, дальше. Я обещал вам развитие истории с... Развитие истории с противостоянием США и Китая в плане авиаперелетов. Это большая, кстати, тема. Я постараюсь вкратце. Короче, прогнулись китайцы. И меньше 24 часов прошло после того, как президент озвучил то, что я вам вчера рассказывал, что все четыре китайские крупнейшие авиакомпании просто не будут иметь права летать в США, если американские авиакомпании Delta United не будут иметь права летать в Китай. И мгновенно прогнулись китайцы сразу и сказали, что да-да-да, но правда, переговоры начали активно идти. При этом китайцы все-таки выдвигают определенные условия, на которых они смогут летать, эти две компании. Мы же хотим... Америка. Мы хотим, чтобы наши авиакомпании на своих условиях туда летали. Вот. Это важный момент. И я так понимаю, что диалог будет продолжен. Но до 16 июня время есть, а пока до 16 июня, короче, раньше 16-го, я так понимаю, что из-за того, что китайцы сейчас прогнулись, немножко начали уступать, из-за этого президент не начнет включать этот запрет китайцам сюда летать до 16-го, что было возможно, о чем я вчера вам сказал, что несмотря на то, что срок 16-го, он может и раньше это сделать, буквально на следующей неделе запретить им летать, что будет, короче, катастрофой для них. Сегодня теперь очень важно по авиации, и вообще по авиации я хочу отдельную большую программу свою сделать. Как она пострадала, какие последствия всей этой пандемии для авиаиндустрии мировой, и для нас, как для путешественников, особенно для меня, я старался в год хотя бы, ну, 4-5 раз международными авиакомпаниями летать куда-то, да? Ну, надо видеть мир, и надо впитывать, да, потому что ты не можешь по телевизионной картинке и по газетной статье понимать, что в стране происходит, пока ты там не побывал. И я хочу сказать, что очень много проблем. Сегодня на Аль-Джазире показали интервью с главой, с CEO, Chief Executive Officer Qatar Airways и Аль-Бакар. Достаточно серьезный дядечка, бритишовым английским таким, вот. Ну что ж, друзья, все очень неутешительно, короче, для всей авиационной индустрии. Главные выводы, во-первых, так как пандемия пришла и фактически полностью уничтожила путешествия высших экзекьютерс, они больше не летают, они по конференц-связи общаются, вот, по зумам, по всяческим, по фейстаймам, и, скорее всего, говорит глава Qatar Airways, этот тренд сохранится и после отмены всех ограничений, и вряд ли первые классы будут хотя бы на 30% заполненными у всех авиакомпаний после этого. И так как этот премиум класс, он является очень большей частью доходов крупных авиакомпаний, особенно ориентирующихся на этот класс, как Эмираты, как Qatar Airways, да, и причем компании высокого класса достаточно летал, Qatar, я понимаю, о чем идет речь, они, конечно, очень сильно потеряют, потому что основной доход авиакомпании, как выяснилось, да, получает такого уровня, да, получает от тех, кто сидит в передней части самолета, то есть первый класс. И это вряд ли будет заполняться, и может быть им придется там менять планировку самолета, конечно, много чего придется делать. Теперь, так как социальная дистанция будет еще долго действовать, да, при этом он напомнил, кстати, что правда, что заразиться в самолете самые меньшие шансы из всех возможных реальных возможностей заразиться ковидом. Это спорное утверждение, но если там инсталируются специальные вещи в систему кондиционирования, допустим, да. Хорошо, сказали, допустим, да. Теперь они не смогут больше заполнять свои самолеты, и никто не сможет, как я понимаю, заполнять свои самолеты хотя бы на 60-70% заполняемости. Соответственно, главное, что мы должны из всего этого выучить, да, запомнить, простую вещь, летать станет дороже. Летать станет дороже. И это самое неприятное во всей этой истории. Да, потому что был какой-то момент в 2019 году, когда можно было найти очень интересные сделки, очень приятные предложения на очень, на невероятные совершенно туристические по бизнесу поездки с очень небольшими затратами. Я думаю, что это время потихонечку, когда начнет выходить. Сейчас пока, кстати, туриндустрия, например, предлагает определенные сделки с правом отмены. Ну, сейчас задача авиакомпании и туристической индустрии привлечь клиента, дать, чтобы он заплатил денег сейчас, а потом он их использовал. Сейчас это важно, чтобы они не загнулись. Но потом, когда потихонечку все начнет выходить из этой ситуации, то, скорее всего, подорожает все это. И вот это самый грустный во всем этом момент. Но, опять же, что мы можем знать, что будет завтра? И, кстати, глава Катер Эрвейс сказал, что будущее невозможно предсказать. Но, исходя из тех трендов, которые видны сегодня, впереди нас ожидают определенное повышение затрат на путешествия по воздуху. Бутик-политик с понедельника по четверг с 4 до 5 вечера сказал, как обрезал. Добро пожаловать, Бутик-политик, часть 2. С вами Кирилл Задов. Сегодня 4 июня, год 2020, четверг. Завершаем неделю. Обещал Катер, Саудовская Аравия. Сейчас будет. Давайте сначала почитаем, нам пишут. Я люблю, когда нам пишут. А какие шансы, абонент 8-7-10, а какие шансы у мэра подать в отставку? Ну, если на ваш вопрос отвечать, так стопроцентный. Как только он подаст, так тут же отставка будет, я уверен, принята. Вот. Не в этом сейчас. Вы, наверное, спрашиваете, какие шансы, что мэр подаст в отставку? А сам, я думаю, очень низкие. Мне представляется, что уровень достоинства современных политиков в нашем городе, в принципе, и вообще это общий тренд настолько упал, что они не понимают, что когда нужно делать. Правда ведь? Избрали, будем сидеть до конца. Ну, тут у губернатора есть определенные возможности это сделать. Не знаю. Честно говоря, я очень мало, надежда очень слабая, что это произойдет. Вот. Это ответ на ваш вопрос. С моей точки зрения. Ну, а в принципе, конечно, если бы господин, наш мэр, был бы с достоинством человек, он бы это сделал уже два дня назад. Ну, мне так представляется, это положено. То есть человек, уважающий себя, чтобы память о человеке, да, легоси, то, что тут называется по-английски легоси, да, осталось от него, по крайней мере, хоть какое-то, да, что человек достойно встал и ушел, когда понял, что не справился. Человек не справился. Чего держаться? Абонент 46-44. Кирилл, когда 12-13% людей в США совершают 50 убийств и другие тяжелые преступления в стране, требуют к ним хорошего навращения. Некачественно вам это, мягко говоря, странно. Ответ, что вы все не подписываетесь, неудивительно. 46-44, дорогой мой, смотрите, или дорогая моя, не знаю. Смотрите, какая ситуация. Когда полицейский и любой представитель власти вступает в взаимодействие с человеком, он должен смотреть не на то, какую комьюнити и какую группу людей этот человек представляет, а что конкретно этот человек сделал. И отношение не должно определяться представителем власти к человеку тем, что стереотипами и тем, что вполне возможно он представляет какую-то группу людей, которая где-то там в другом месте совершила какие-то неправильные действия. Я надеюсь, что я понятно излагаю. И отношение представителя к власти любого, особенно при исполнении, к человеку Не должно никак определяться какими-то факторами, которые непосредственно к действиям этого человека не имеют никакого отношения. Надеюсь, что я понятно ответил на ваш вопрос. Следующий момент. Просто если вы так не думаете, то тогда это проблема. Немножко это пахнет сильным расизмом. И это, честно говоря, достаточно серьезная черта общины, которую мы с вами представляем. Это проблема. Да, давайте скажем, что эта проблема у нашей общины существует. Искоренение проблемы начинается с ее признания. Да, сначала надо факты признать, что в нашей общине существует очень большая группа людей, которые расисты, да. И они, даже, может быть, они будут находиться в отрицании, что это не так, но это так. И вы с вами, вы это знаете, я это знаю. Я так чувствую, по крайней мере, мне так представляется. Но, ну что делать? Надо с этим как-то бороться. Да, надо каким-то образом это в себе искоренять. По капельке выдавливать. Дальше. Мои тоже низкие спасибо. Так, это ответ здесь. Окей. Давайте, друзья, быстренько, катарская ситуация. Значит, наша администрация многое сделала завтра. Просто информационный повод, что завтра исполняется три года сначала блокады Саудовской Аравии и Эмиратов. Грубо говоря, это две главные страны. Да, Египет и Бахрейн. Которые приняли решение блокировать Катар. И главная как бы тема, ну, они там перекрыли границу, перестали поставлять туда продовольствие. Катар нашел всяческие возможности, как эту штуку обходить, кроме одной вещи. Да, одну вещь Катар не сможет, не может никак обойти без затрат огромных. Да, и это закрытие воздушного пространства всего, фактически, Аравийского полуострова для самолетов Катарской авиакомпании. Я летал в Доху и из Дохи в Нью-Йорк. Я вам хочу сказать, что да, на самом деле это так. Ты никак не летишь напрямую, ты облетаешь через Россию, через Азербайджан, через Турцию. Ты летишь через... А когда ты летишь из Дохи в Нью-Йорк, ты летишь через Иран, и через Азербайджан, и через Россию. Короче, это огромный крюк. Но сейчас не в этом суде. Это стоит деньги. И главное, что это дает деньги Ирану. Кстати, тут тоже надо понимать, наша администрация именно из-за этой причины очень активно пытается именно сейчас опять помирить Саудовскую Аравию и Катар. Что пока, к сожалению, никакого такого урожая, да, эта посевная компания мира не принесла никакого урожая до сих пор. Но тут кувеет опять в лес, попытался еще раз помирить Саудитов и Катар. И сейчас мир кувеет и в университет основных дел туда-сюда катается между Дохой и Риядом. До этого, кстати, какое-то время назад секретно министр основных дел Катара посетил Саудовскую Аравию. Да, сделал им предложение. Одно из главных условий Саудитов было, чтобы Катар разорвал отношения с Ираном и с братьями мусульманами. И вроде бы Катар это предложил. Но, да там еще было требование закрыть Аль-Жазиру. Да, ну там много было приятного. Короче, вроде бы Катар это предложил, но Мухаммад бен Сауман, как я понимаю, Катару не поверил. И правильно не поверил, потому что нет между ними доверия. Нет между ними доверия, как он может этому поверить? Вот, там такой, там будет и круг получается. С одной стороны, как бы, это уже всем вредит, потому что из-за этого военное затрудничество нельзя устраивать. Много проблем. Теперь Катар. У Катара есть проблема. Какая главная? Нельзя пролезть через Саудитов. Саудиты этот момент понимают. И когда представители администрации Трампа пытаются двинуть дело с мертвой точки и как-то, ну хоть как-то начать сближать позиции сторон, Саудиты говорят такую вещь. Ребят, не верьте Катару. Нельзя ему верить. Они хитрые лисы. Они скажут вам одно, официально потом ничего не сделают из того, что они пообещали. И даже если сделают на официальном уровне, они потом будут это дело все обходить, каким-то образом обманывать, хитрить. На самом деле им нужна только одна вещь, чтобы мы открыли свое воздушное пространство. Как только мы это сделаем, у нас больше нет никаких шансов и возможностей на Катар влиять. Ну, давайте будем честны, если бы турки не привели туда войска, не поставили их там и не оказали такую активную поддержку Катару в момент начала этой трехлетней блокады, то, конечно же, у саудитов была опция, в принципе, войсками в Катар зайти. Помните? И это тоже обсуждалось. Там между Катаром и Саудовской Аравией сухопутная как бы граница и легко могут саудиты это сделать. Ну, теоретически, технически могут. Вот. Но турки, наверное, очень четко сказали сразу, что нет, ребята, это невозможно. Даже не пытайтесь. Короче, ситуация неприятная и главное, что никакого пока прогресса не наблюдается. Вот пока на сегодняшний день мы ничего не видим. Нет такого какого-то прям активного движения к тому, чтобы стороны смогли договориться. И опять же, как в предыдущем сегменте тема, да, Катар Эрвейс и ее исполняющий, да, и CEO, Chief Executive Officer, главный как бы глава этой авиакомпании, говорит, что это блокада, он сказал в этом интервью, что эта блокада стоила нам огромные деньги, потому что нам приходится облетать. А деньги эти, в итоге, я так понимаю, получает Иран. Вот. Что, конечно, не может нас устраивать. Честно говоря, не может и саудитов устраивать. Вот я все никак не могу понять. Я смотрю на это все и не могу понять. Неужели саудиты больше выигрывают от того, что они так заблокировали Катар и они надеются реально, что они смогут подобными вещами заставить Катар изменить свою внешнюю политику? Очень странно как бы. Ну, за три года ты это пытался сделать, у тебя это не получилось. Почему ты надеешься на то, что на четвертый год вдруг это сработает? Ну, надо как-то с этого, наверное, дерева высокого слезать. Друзья, за кадром на этой неделе, к сожалению, осталась у нас Ливия, и мы совсем не говорили на этой неделе об Израиле. На следующей неделе, надеюсь, мы к этим нашим постоянным темам вернемся, без сомнения. Ну, и российская тематика тоже, конечно же. Там назначен день уже голосования. Вот. Я так понимаю, что это 1 июля, по-моему. Да. Вот. Голосование по изменениям в Конституцию. Есть много о чем поговорить, друзья. Большое спасибо, что были со мной на этой неделе. Оставайтесь, пожалуйста, в безопасности. Хороших вам всем выходных. Здоровья. Вот. И до встречи в понедельник. Бутик-политик. С понедельника по четверг. С четырех до пяти вечера. Сказал, как обрезал.